Добрый день, компания ZAPKIA. Перед нами автомобиль AX55. Первый раз мы это будем делать. Уже много у нас видосов по поводу ремонта полного привода. Как-то приезжал Mahab, там, к сожалению, поменяется в сборе и другое устройство. Но вот на 55-м, на 3-х литровом, устройство полного привода идентичное. И здесь все так же, как видите, угловой редуктор. Он снимается, снимается коробка. Разбирается и, под тем приметом, как видите, кардан. Вот он, видите, я его рукой могу крутить, хотя он должен быть постоянно вращаться и без меня. Соответственно, скорее всего, срубилось шлицы. Сейчас будем все разбирать с вами и посмотрим, что же, что произошло. Ну что, на полпути к разборке нашего AX55. Напоминаю, делаем первый раз. Мы сняли раздатку. Вот тут, смотрите, чтобы коробочку уронить, надо будет снимать подрамник. Вон он стоит возле стены. Ну, как видите, вот оно, наше лицевое соединение. И вот почему. Вот он. Сыпется. Видите? Сколько тут всего. Просто куча говна, шлицов нету. Поэтому продолжаем снимать коробку и будем с вами чинить полный привод. Продолжаем ремонтировать с вами AX55. Вот оно, наша чашечка дифференциала. Вы видели, там шлицов не было здесь, видите. Все нормально. Вот номерочек. Ну, тут смотрите, под трехлитровый дизель. Не на факт, что на всех они одинаковые. Поэтому надо по Вину подбирать свои запчасти. В общем, сейчас снимается коробочка. Ее снимем и данную запчасть установим в машину. Продолжаем ремонтировать с вами коробочку от AX55. Вот он у нас на подъемничке висит. Смотрите, достали уже дифференциал. Перепрессовали подшипничек. Вот он новый. Обой мы еще не запрессовали. Вот она старая наша. Там внутри стоит сальничек. Под ним еще один подшипник. На нем крутится передний привод. Вот. Смотрите, здесь у нас есть фильтр масляный из коробки. Будьте аккуратны. Он меняется только, когда коробка вот так вот разбирается напополам. Поэтому при обычной замене вы не сможете его поменять. Фильтрочек у нас вот этот стоит здесь. Оригинальный будем сейчас ставить. В общем, все собирается обычно. Тут ничего не регулируется. Сателлиты на направляйках. Поэтому ничего страшного. Сейчас все соберем, поставим. И вы увидите, как это работает на машине. Ну что, коробочку мы все собрали. Машинку завели. Она работает. Как видите, карданный вал закрутился. Даже видите, как через задний редуктор на заднее колесо подается в крутящий момент. Поэтому на данный момент мы прогреваем машинку, чтобы выставить уровень масла в коробке. Напоминаю, что масло в коробку туда льется вот такое. Сейчас покажу. Вот у нас СП-4. В принципе, все нормально. Задача выполнена. Поэтому всем удачи. Не ломайтесь. Пока.